Добрый вечер, сейчас закончилась конференция в Q&A City, и у меня в гостях Игорь Абинький, известный инвестор, бизнес-ангел. И я хотел бы Игоря спросить, о чем тема главная, сегодня и вчера две главных темы, это блокчейн, искусственный интеллект и продление жизни немножко было. Вот как вы считаете, как можно заработать на этих темах? Меня все эти темы интересуют, просто как человек любознательного, и ничуть бы интерес в развитии современных технологий и гуманитарных направлений. Нужно понимать свою роль в этом смысле, нужно понимать, что кто хочет делать, нужно не только в сомненном сознании, а в общем-то любитель, как и в этом занятии. У меня вообще большое уважение, что человек сам определяет свое место в системе и, особенно в сегодняшней ситуации, когда у нас есть благодаря технологии, огромный доступ к информации, знаниям и образованию, практически лишенных тех барьеров, которые были еще 50 и 100 лет назад. Поэтому ты сам просто смотришь, на чем уходишь, насколько ты хочешь посвятить себя какому-то делу, и дальше хочешь на этом зарабатывать. Я посмотрел, что Таир недавно проинвестировал в такие проекты, связанные с блокчейном. Это кино и телеком у вас есть в портфеле. То есть еще что-то есть или вот это как бы два направления, которые связаны? Мы присматриваемся, для меня сейчас аналогия с доткомами, которая была около 20 лет назад, 17 лет назад она в полной мере расцвела. Мы смотрим, не бросаемся на проекты, потому что основная масса проектов, как это тогда, является ничем. Мы смотрим на те зерна, из которых, наверное, взять хорошие плоды. Мы смотрим на разные примеры. В основном смотрим, конечно, на инфраструктурные проекты, которые реально могут делать изменения в какую-то... Буквально месяц назад в Россию приезжал Ян Балина. К Яну Балина есть как бы три фильтра выбора компаний для инвестиций. То есть первый фильтр, эта компания должна быть инфраструктурным проектом. Второе, в команде должны быть люди, которые имеют опыт работать в международных глобальных корпорациях, типа Google или Google. И третье, должен быть уже готов MVP или вот буквально сейчас уже на подходе должен быть MVP. Вот какие ваши выборы именно на таких комплексах? Я думаю, что это не смотрим на SEO, а если это механизм лечения денег. Мы, в общем-то, сами люди стали очень приоритетом, что в проект придет возможность привлечь большие деньги. Но приоритетом здесь очень не является никакой приоритетной в процессе проекта. Мало того, после того, как, без слов, себя немножко дискредизировал, больше проектов идут трудным путем. Несмотря на то, что они продолжают пустить токены и работать вокруг этой технологии, а все меньше проектов идут на прямовые аквилеры, клопеи, глядяши там, и построены все это буду считать сделки или собирать эти деньги, ничего не будет. И сядь с кучей обман, что с инвестором. Инвестор, собственно, в кавычках. У нас есть свои критерии. Абсолютно. Зрелая команда, которая абсолютно понимает то, что она делает и для чего. Для чего она применяет технологию blockchain? Является ли технологией blockchain необходимой для этого проекта. Сделали ли люди что? Конкретно в этом проекте они должны иметь работающую технологию. Какая-то MVP, да? Не обязательно MVP. Допустим, Вы упомянули целиком. В проекте целиком у нас компании, которые инвестировали до того, как они стали развиваться в сторону blockchain, у них хорошая технология, компания прибыльная, там лучше. Если мы говорим про кинопроект, а именно блокчейн, где он делается на УДМА, и звание проекта СИН, то мы говорим о проекциях, которая команда состоит. С одной стороны, из технологических людей, с другой стороны. Олег за проектом СРТИМА, соответственно. Да. В общем, все фестивальные кино там, на самом деле, в России. Я знаю, Вы этот проект представляли в Каннах. Интересно, как результат показа проекта в Каннах? В Каннах был очень высокий прием. Мы получили огромный интерес, как от смежных проектов, так и от правообладателей, от кинопроизводителей, в Каннах. В Каннах. Недавно на встрече Михаил Прохоров сказал, что он ждет в ближайшее время серьезный финансовый глобальный кризис, и сейчас лучший актив – это администрация. То есть сейчас лучше переждать, и когда все упадет в разы, снова входить в рынок. Вообще, что Вы считаете, какой сейчас лучше? Вы сказали, что прошло правильно вкладывать для людей. Как Вы считаете, куда сейчас лучше вложить деньги? Знаете, про хорофию мы говорили, конечно, о публичных рынках, но он не убежит, он просто торгуется. И здесь понятно, кризис всем предсказывает, ну и по идее мы знаем, что волновая… Гарта, да? Да-да-да, то есть волновая форма, волновая форма, развития – мержевой показатель. И так далее? Ну, отлично. Она говорит о том, что вечно у нас не будет продолжаться рост. Никто не знает, на какой причине, но в какой-то момент, когда наступает коррекция, воли, волкова. Слава Богу, там, со времен Великой Рецессии, там, не было таких, не стяжелых, кризисов. Все кризисы, которые мы наблюдали уже последние 20-30 лет, они, в общем-то, все достаточно в короткое время удаливаются. Разными способами, там, хорошими, нехорошими, включением печатного строка, другими способами стимулирования экономики. Но, да, это может быть. И, с этой точки зрения, конечно, если у тебя есть облигации, которые будут какой-то приличный доход, он прав. Другое дело, что, если ты вкладываешься, ты боишься, что упадут акции какого-то эмитента, и ты вкладываешься в его облигации, ну, у меня сразу простой вопрос. Извините, если у меня могут акции падать, есть такой же риск его просто дефолта этого эмитента, когда находишься в акции или в облигации, это, в общем-то, просто точно все равно ты принял на себя риск того, кто излитировал. Поэтому, по-любому, не нужно быть там супер, перетрупер оптимистичным, нужно быть в корзина, как-то раскладываешь свои активы, нужно стараться какие-то иметь активы. Вот, например, наш класс активов является альтернативным институтом в основном растущие стандарты. Это вообще не торгуемая цель. Недостатком является то, что как актив не торгуем, у тебя нет моментальной еды, если ты пошел на другие платы. А преимущество, что если ты инвестировал в проект, который, в общем-то, жизнеспособный, быстро становится, прибыльный, он очень слабо коррегирует с самим рынком. Поэтому, допустим, я переинвестирую достаточно давно, и я видел, как наши проекты вполне себе нормально походят через падение рынка. Скажем, в момент, когда все подали за голову, 14-й год, резко обмал рубля и так далее, а мы делали из российских проектов очень крутые выходы в этот момент и по хорошей наценке. Да, может быть, если бы не было туризисовала, сделала еще более фантастические результаты. Но то, что мы видели, что наши проекты слабо коррелируют с рынком, да, поэтому начали. Я не эксперт по формированию профилей, но за свою часть, но за какую-то часть желаем поддержать альтернативных инвестициям быстро растущих прогнозов, как делали мы, как делали наши сельные инвестиции. И это обеспечивает, при большом весе, обеспечивает достаточно большую дополнительную инвестицию для полезной составляющей инвестиции. В последнее время мировые рынки расследуют за счет того, что американцы, деньги, американские деньги ведут во весь рынок, во все рынки, волна денег. Сейчас как раз Трамп пытается этими торговыми войнами сделать так, чтобы все внутри страны оставить. Во что может вылиться финансовые торговые войны, которые сейчас активно начались с Китаем? К чего это может привести? По вашим ощущениям? Если будет полномасштабная ситуация, можно взять на торговые 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 Потому что сейчас экономика поставлена на глобальные рельсы. Если начинаешь резать связи, закрываться, почему Трамп хочет делать это понятно. Он видит, что после 50 лет Америка уже перестала уметь что-то производить, кроме деревьев. Понятно, что есть очень сильный инженер, неполный и так далее. Но когда последовательно отдавали все производство за границу, привело к тому, что производящий класс вырождается как класс. А в то же время те страны, куда льются инвестиции и где создаются культура производства, начинают тебя обходить и они становятся технологическими. Поэтому здесь его не понятно. С другой стороны, абсолютно понятно, что в глобальную эпоху изоляция не может быть. в последние три вопроса. Первый про направления технологические, которые могут быть актуальны. Например, они сейчас сконцентрировались на трех направлениях. Облачные технологии, квантовые вычисления и смешанная реальность. Дополненная реальность. Даже мне кажется, там смешанная реальность. Как раз приводили вариант, что дополненная смешанная реальность может помочь хирургу во время операции не завершить ошибку в реальном времени на сложную операцию. Искусственный интеллект плюс дополненная реальность в шлеме может помочь в реальных таких кейсах, не только в игровых. то есть, как Вы считаете, какие направления сейчас молодежи стоит учиться? Какие направления инвесторам стоит смотреть? Когда меня спрашивают, почему учатся молодежи, надо учиться думать. Учиться знанию не надо, потому что знания недоступны. Если ты умеешь анализировать, умеешь собирать информацию, понимать и строить какое-то представление на основе то, что ты будешь знать наизусть в институте Британии, это тебе мало чем помнит. Нужно не учиться знаниям, а учиться обидно. Это первое. Касаемо направлений, куда мы смотрим. Мы понимаем, что очень многие направления сейчас в нашей жизни будут очень сильно трансформируются, уже начинают трансформируются. А профессионально не занимаюсь. Живец живо. Слежу за этим. Сегодня очень проактивная друголиция, активная дискуссия была. Михаил Базин, конечно. Зажигал. 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 Молодец. К сожалению, мало деструктивов было в этом зажигании. Но мне нравится, что человек увлечен. И вообще этой темой занимаюсь. Если же брать ближе, потому что мне все-таки приходится у него не коммерческая организация, а наша инвестиционная структура даже зарабатывает премьерные инвесторы. И у меня нету миллиардных бюджетов, таких как у Microsoft. поэтому, конечно, мы вкладываем много в перспективные новые технологии развития. Но при этом вынуждены смотреть, чтобы у нас был достаточно короткий пульс. Дорог. При этом за последнюю революцию в нейронных сетях случилась буквально год-два назад. И мы до этого много занимались предсказаниями и компьютерным прогнозированием. Мы, конечно, стали заниматься и машинным учением, и нервными системами. То есть, что значит, стали находиться в проектах? Мы много смотрим на проекты, допустим, которые помогают улучшить жизнь человека. Это в основном встал, околомедицинские проекты. У нас, допустим, один из последних проектов, который сейчас идет в стадии активного инвестирования, как в Найдерс Лайф, где женщин за помощью получили лучшие роды, более здоровых детей. Там 25% меньше кесаревых сечений, по инвестирования и так далее. То есть, мы любим такие проекты. Я понимаю, что это не глобальное совершение, но надо принимать, какими рамками мы решим. Мы венчурный фонд, а не фонд фундоментарных исследований, но нам приходится мыслить с отрезками в 3-5-7. на и так мы выкараем технологии. Мы активно смотрим блокчейн, верим в то, что мы правильно определяем подходы и что есть хороший проект блокчейн. Мне нравится очень проект на стыке. Один из последних проектов, сочетается кибербезопасность, которая защищает наши интернет-вещения, которые нас окружают, включают мобильные телефоны, телевизор. Чтобы они стали нашими друзьями, а служили тому, кто хочет общаться. И при этом он у нас скомбинирован с блокчейном для вовлечения комьюнити в строение безопасности. Предпоследний вопрос. В фейсбуке в день рождения вы выложили себя с книгой Алексея Михеева блокчейн. Это первая монография на русском языке. Трубинная научная и практическая Я только не так, потому что они все их не ушли. Просто я видел как раз читаем. не читал риму, он списывает эту тему. У меня вопрос о том, какие ресурсы информационные читаете книги, YouTube каналы, Telegram каналы. Откуда вы берете информацию? Телеграм каналов я практически не читаю, только наши у нас много своих этих каналов. У нас еще много закрывных видео читают. Я, конечно, разлушаю много на видных каждого. Ауди книги рамазовском сервисе. И выпуск рекламную трассу все и кем на русских первых. В основном художественные аудиокниги, аудиокниги, да? Поскольку это уже, как говорится, когда нам дадут улучшать здоровье, поскольку постпалтиния падает, читать становится сложнее, поэтому сейчас я, конечно, шепчу, не слушаю, аудиокниги, потому что и так тот день от компьютера устает, что-то с этим заниматься, читать. Нам приходится анализировать тысячи проектов. Я каждый день вижу как минимум 50 отличных проектов. И если проект меня заинтересует, то я начинаю, конечно, смотреть. и не являюсь аналитиками. Но при этом если интересно, я пытаюсь понять, посмотреть инкуренты, посмотреть какие-то базовые знания, то, что связано с технологией. Потому что просто когда ты получаешь информацию о проекте, понять это красивая оперка, зато ничего нет. это какая-то реальная вещь. Поэтому это и есть моё удовольствие. Ну и последний вопрос, прежде людей интересно услышать какие-нибудь лайфхаки по образу жизни, по тайм-менеджменту. Например, Глеб Архангельский, он рекомендует побед обязательно возможность и желательно всегда спать в виде перерыва. Поддержу. Поддержу. У меня так получилось, что после вчера у вас очень много перерыв лётов. То есть вы постоянно как живёте? Я думаю, я живу в нескольких странах, в интересе всей моей географии. Просто какие-нибудь лайфхаки о том, как ударить. Да, то есть вы распеваете всё? Да, я это приветствовал. У меня, правда, не получается, как правило, поспать, но вот сегодня я не понял, что у меня не будет никакой энергии. У меня было 10 минут. На 10 минут отключился, 10 минут медитация, ты поднимаешься. Сна не было, но ты зрительница. А мне нравятся мелкие вещи, допустим, я вот там следую, допустим, минутка дыхания, твоя медитация, потому что это очень удобно, но тебе напоминает вот это, ты знаешь. То есть, минутка дыхания, медитация. А по организации, по организации, я очень много упускаю, поскольку у меня идёт переполнение, большой информации. для себя упускай мелкое и неважное. Да, у меня, получается, у меня постоянно в компьютере там полторы-две тысячи не прочитано, почты не успевают, не успевают. А просто я принял для себя причину, я пытаюсь я уделяю важное и пытаюсь сделать только его. Да, при этом, раньше я комплексовал, потому что было все время ощущение незаконченности, а это тому не ответственно. То есть, базово концентрируешься на клаву. Последний вопрос. У меня есть как бы идея брать такие глубинные интервью у инвесторов, у предпринимателей, чтобы люди делились о том, куда они инвестируют, какие инвестиционные идеи. И сейчас просто как бы вопрос, я надеюсь, в ближайшие время, когда вы будете в Москве, в течение полугода, еще раз можем увидимся. И такой более детальный я подготовлю вопрос, потому что сегодня это был экспромт, то есть, вы сегодня были здесь, я пригласил вас, рад, что вы согласились. И просто вопрос, какие у вас, может быть, три-две цели на ближайшие полгода, к которым вы сейчас идете, который для вас такой челлендж, вызов такой, который вам будет сказать в конце года, что я это сделал, я просто молодец. по бизнесу, у меня нет задач стать большим, мы стараемся быть средств этих целей, чтобы нам было более интересно работать, и чтобы это было более эффективно, чем для вас. А если бы, скорее всего, если бы я ограничился и работал только своими средствами, я бы, скорее всего, ограничился целью номер один, чтобы мне было просто более интересно. Поскольку взял на себя и поставил соответствующую за управление управляющим партнером, управляем средствами, людей, которые это управляют. Цель того, чтобы их деятельность была более эффективной проектом, а не только для себя. В принципе, эти две цели, я не ставлю себе если бы найти какой-то суперпроект, а в портфеле в портфеле в городе и так растут, которые подрастают, это увидим, услышим, цели по графику, как мунхаус, облик, где их устраивать. Спасибо большое, спасибо вам за интервью. До новых встреч. До